Всем привет, с вами Без Сахара и этот небольшой ролик о загадках, который вы сможете встретить в локации Веры 2.0, обновление с которой будет доступно уже 20 октября в четверг, а мой видеообзор о Вере выйдет следом за этим роликом уже совсем скоро. Кадры о загадках сняты мною на китайской версии игры, и так как в случае с искусственным острым изменений кроме новых порталов не было, не думаю что тут будет иначе, но если что вдруг я дополню инфу отсняв дополнительные видео с новыми системами. Итак, приступим. Что нас ждет при исследовании локации? Конечно же загадки, по большому счету простые, я рассмотрю все из них и объясню что делать в каждом случае. Начнем с самых простых. Смоляные цветки, думаю все уже знают что они открываются от урона стихии огня, ударяете цветок огненным оружием, он открывается и забираете свою грудку. Закрытые сундуки, для открытия которых нужно убить рядом стоящего моба, чаще всего элитного. Ничего нового, это мы уже видели, идем дальше. Далее у нас обычные цветы, изначально закрытые. Открываются они очень просто, нужно подойти и ударить их. Цветок раскроется, после чего надо нанести урон по ядру, которая появилась после раскрытия бутона любым оружием и крутка ваша. Очень похоже по своей сути на дуванчики в первой локации. Животные, а точнее броненосцы. Подойдя к ним, вы увидите над их головой облако с анимацией, которое нужно исполнить для них, чтобы получить грудку. Под действием подразумевается анимация, список которых есть во вкладке при открытии чата. Открывайте чат, нажимайте на кнопку с двумя человечками, в открывшемся меню выбирайте нужную анимацию и используйте ее. Не бойтесь, у вас есть бесконечное количество попыток, поэтому если с первого раза не получилось, попробуйте снова. Броненосцы, которые просят определенный ресурс, но с головой у них тоже диалоговое облако, только с картинкой ресурса, который им нужно отдать. Советую пройти сначала сюжетку, открыть карту и попутно собирать ресурсы новой локации, чтобы в последующем иметь их в наличии для таких случаев. Кроты, которые имеют две активности. Первая, это кроты, которых нужно сопроводить до их лунки. Обычно метка крутки на карте будет показывать лунку, но неподалеку будет крот, который ворошит песок. Нужно подойти к нему, он сразу начнет двигаться за вами, не торопитесь. Они могут застревать и врезаться в препятствия. Двигается крот медленнее вас, а также на пути могут быть мобы и животные, которые будут вам мешать. Чаще всего путь от крота до лунки сопровождается дорожкой из растений, поэтому найти крота и вернуться к нужной лунке не составит никакого труда. И вторая, три лунки с кротами. Подойдя к ним и нажав клавишу действия на любой лунке, вы увидите свечение в виде звездочек у одного из кротов. После они все спрячутся и будут перебегать от лунки к лунке линейно по периметру треугольника под землей. Вам необходимо внимательно следить за передвижениями того крота, у которого были звездочки, и когда все успокоятся, нажать клавишу действия у той лунки, где он остановится. Бывает и такое, что нужный вам крот может не двигаться к другой лунке, а оставаться на месте. И если вы все сделали правильно, то кротка появится в центре между лунок. Отсеки питания, завернутые в элементарную мембрану. Чтобы открыть такой отсек питания, придется поискать вокруг него в небольшом радиусе шары такого же элемента и разбить их оружием этой стихии. Чаще всего их четыре. Понятно, что оранжевый огонь, голубые лед, фиолетовое электричество, а серебряные физические. Разбив все, отсек разблокируется, и вы сможете забрать кротку. Если вдруг вы отбежите далеко после уничтожения всех шариков, отсек закроется. То же самое, если простоите АФК слишком долго. Насчет времени не уверен, но на Китае было ограниченное время на разбитие шаров, после чего они сбрасывались и снова спаунились. Точное время я не скажу, но его больше чем нужно, поэтому можете не торопиться. Каменные плиты, которые вы можете встретить по территории всей пустыни, тоже достаточно просты. Вам необходимо отойти на определенное расстояние, пока контур не загорится. После свести его так, чтобы рисунок полностью окрасился в золотой и появилась крутка. На Китае у нас практически не было проблем с этими плитами, и все делалось довольно быстро. Главное приловчиться. Ромбовидные механизмы, похожие на шкатулки, в которых также есть крутки. Каким-то можно подойти пешком, к другим притянуться с помощью релика руки, или подойти под плащом-невидимкой. Из опыта скажу, что рука всегда полезна в эксплоринге и будет использоваться вами в 99% случаев. Плащом лично я никогда не пользовался. И последнее. Грибы, которые нужно зарядить светом. На севере веры есть многоуровневая местность. В подземной части этой местности растут грибы, которые нужно зарядить 3 раза. После возле него выпадает крутка. Светлячка для зарядки можно взять, подойдя к кристаллам, как показано на видео. Любой урон по вам сбросит зарядку от кристалла. У меня они все светятся, потому что я их все закрыл, но надеюсь, суть вы поняли. На этом основные загадки в эксплоринге закончились. Не забывайте пользоваться интерактивной картой, залогинившись которой, можно сохранить свой прогресс. А также найти много полезной инфы, хоть там и есть небольшие несостыковки. Но ребята в комментариях слева всегда подсказывают, если что-то не так. Ссылку я оставлю в описании. На этом тема с возможными трудностями в загадках при исследовании новой локации закончена. Если я что-то упустил или забыл упомянуть, пишите в комментариях. Спасибо за просмотр и если вам понравился ролик или был полезен, поставьте лайк, подпишитесь и напишите комментарий. Ведь это хорошая мотивация и поддержка для меня. А я не прощаюсь, с вами был Без Сахара, увидимся в следующем видео.